Ваш из-анализ, вы знаете, что это рецепция, предложенная Терезом Ильином Анатолиевым, книга с названием «Анти-Этип», которая вышла в свет в 1972 году. Казалось бы, с тех пор уже достаточно много времени прошло, тем не менее, мне представляется, что анти-Этип и идея из-за анализа до сих пор во многом продолжают определять актуальную ситуацию в философии и во многом продолжают определять актуальную ситуацию в философии всего того, что идея из-за анализа практически никем не была раскинута достаточно серьезно. То, что я, да, за небольшим исключением, о котором я сегодня скажу, исключение Николэнда и группы CCRU, сайта Качу и Сорчью, группы, которые действовали в конце 90-х, в начале 0-го года. И то, что я пытаюсь сделать сегодня, это, в любом смысле, реактивизировать эту группу. У самих «Анти-Этип, анатолиев» недостаточно последовательно и недостаточно антихрайна для земля до конца. Из нее не сделаны все выводы, которые мне необходимо сделать. Я думал, что надо сделать эти выводы. Вот. И эти выводы, как я пытаюсь сегодня показать, известным образом связаны с проблемой в целом, известным образом связаны с проблемой монотеизма, известным образом связаны с проблемой того, что я назвал бы «хакингом» или взлом изнутри порядка единого бога. Я пытаюсь сегодня выказать, каким образом это может быть осуществлено, и как именно такого рода взламывания того и до конца и позволяет перейти к каким-то практическим, теоретическим, радикальным следствиям из идеи шизоанализа. Да, в чем вообще состоит идея шизоанализа? Почему я говорю, что это радикальная идея, почему я говорю, что эта радикальность практически никогда не была воспринята в следствии? А все знают, говорили, ну все, да, те, кто занимаются философией, те, кто что-то себе такое представляет в основном философии, знают, что звезды благодаримые – это какие-то там машины желания. Да, и что эти машины желания, они как-то там функционируют, а современному обществу не мешают в цене. Обычно это воспринимается как такой, как Алан Дю в своих, когда Алан Дю был один из самых таких яростных критиков делеза Кутаи еще в начале 80-х, он срывал семинары делезов, потому что он считал, что делез вообще на самом деле такой «картофельный», как он его называл, так вот, потому что потом появляется идея резома, которая предстоит в корневой структуре из дерева, а есть резома, да, такие, отсылающие друг другу сети, а Бутюк – это картошка, это, собственно, естественно. Бутюк говорил, что, собственно, почему, вроде бы, призывает эта теория идеи «Дель вас в лотереи»? К тому, что просто делаешь, что хочешь, да, говорит Бутюк, собственно, что нам говорят «Дель вас в лотереи»? Делаешь, что хочешь, и хочешь, иди сами. Свободи свои желания, дай им соединяться с чем они хотят, да, ну и вообще, побоюсь не на анти-сексы, но и, собственно говоря, Бутюк – это. Да, надо стараться только, чтобы этот секс был, как можно, более нечеловеческим, правда, не очень понятно, что это значит. И вот в этом сумму противопоставляют идею партии, настоящей партии «Марийской партии», которая, в отличие от призыва «Дель вас в лотереи», которая просто, да, не может ничего противопоставить существующему порядку, его жесткость и организованность, которая, вроде бы, устраивает многое, но эта множественность, она не сильна, на самом деле, она не может противостоять диктату действительности, диктату имитателей, да, нужно противопоставить этой жесткости многое и жесткости. А «Дель вас в лотереи» – это просто какой-то такой анартизм желания. Так, это обычно нужно просто приниматься. Есть, конечно, нюансы, но в целом, обычно, в таком культурном составе, в культурной технологии «Дель вас в лотереи» существует именно таким образом. Вот, вот есть. Мы, действительно, откроем «Антизий», начнем «вот считать». Кстати, вообще любопытное приятное открытие «Открыть философский театр» и начать его «вот считать». Меня, в принципе, в свое время породилось, когда я пришел в «Открыть философию», это было в Руссадинском университете, но, на самом деле, я думаю, это происходит практически в «Открытие философии». Люди приходят в культурный философия и думают, что, да, вот есть какие-то, непонятные тексты, нас сейчас научат, кому, как вообще их читать, нам объясняют, что есть написано. И в подавляющем случае происходит удивительная вещь. Люди им говорят, да, это им напрямую, конечно, не говорят, но вся система преподавания, в общем-то, их к этому включает, что вы, типа, не будьте наивны, вы не пытаетесь говорить, это достаточно никто не понимает. Да, ну, что здесь написано, вообще-то реально невозможно. Но вы должны, а вы хотите быть профессионально-философами, вы должны научиться реагировать, как собаку-баму, да, у вас должна быть выработана цепочка реакций, когда вам говорят, вот, например, «как», у вас должна возникать, да, такая вот такая вот условная рефляция, вы должны сказать «вещь в себе», вы должны сказать «ты разным таймом», и, да, они стоят субстанцией формы, да, и вот так же, да, вот, и, да, потому что там русский театр совершенно драматичный, на самом деле, да, Ницше, кажется, там, это его временное тело, там, маскировка, да, и философия, которая создает маскировку вокруг себя, потому что если бы она не создавала, то любого философа, как Сократа, его сразу, в общем, к смерти, если бы действительно понял, что вообще вы хочешь сказать. Вот. Но, на самом деле, я думаю, что Ницше все-таки слишком пессимистический взгляд, я все-таки, да, вообще такой противник эфнастического взгляда на мир, я считаю, что, на самом деле, да, что потом, вот, там, два этажа принять философом, и вообще этот вид принять же философом, там, настоящим философом, поэтому, да, философский текст, они, конечно, травмируют, но, на самом деле, это травма, относится только к тому реакционному, реактивному, что есть в пути, а на самом деле это реактивное, оно саму реальность с достаточной степенью уже, ну, в общем, оно не доело, ясно. Поэтому я не думаю, что да, именно отновление цепута было бы результатом того, что все поняли, что философы хотят сказать, я думаю, что результатом этого может стать и трансформация реакции, да, и изменение мира, как говорят по акценту. Вот. И на самом деле это, то есть это было бы в принципе реактивной стороны, но на самом деле это не реактивный степень, потому что, если мы посмотрим на текст антиотипа, и посмотрим на то, что там сильно говорят внутри, не говорят или нет, не говорят, что существует некоторая система синтезов, достаточно проста, система синтезов, то есть система способов соединения того, что не соединено. И эта система синтезов, которую будем сейчас изгонять для тебя за внутреннюю, она на самом деле, во-первых, определяет то, как устроена реальность, во-вторых, определяет то, как устроена смирная теория, определяет то, как функционирует общество, она определяет веру, что она проявляется в человеческой сексуальности, и самое главное, влияя на эту систему, против каким-то образом ее верю подсоединять, кто вот у нас считает какие-то верю подключения, мы можем все изменить, мы можем полностью изменить реальность, мы можем изменить, да, на самом деле, важный момент, не только настоящее, но только будущее, мы можем, на самом деле, даже и прошлое. И это, во-вторых, самый радикальный вывод из того, что в «Зелёзы Батарии» говорят вам «Ти-Дик». То есть, я думаю, что по-настоящему радикальным выводам правда это не совсем последовать, они иногда говорят это, а иногда приходят к такому вот постнотернистскому, обусловленному временем, иногда увлекающему, а иногда, в общем-то, утомляющему жаргону, риторике, который сильно часто усимается, как вот то, что описывает Бутюк, да, но иногда они все-таки это говорят. «Ти-Дик». То есть, я думаю, что к настоящему радикальному выводу из того, что говорят «Зелёзы Батарии», является вывод, который заключается в том, что от того, как мы занимаемся сексом, зависит ход сибирной истории, зависит состояние реальности, и есть способ давить метод, на самом деле, да, это не что-то, что надо на откуп какому-то, да, там, логометаристу произвольно бы давить, есть некоторый метод инвестиций желания в сексуальность, есть некоторый метод заниматься сексом, который позволит, ну, в общем-то, вести к некоторому мессианскому избавлению всей реальности, который позволит не просто осуществить как-то, ну, роду, семейную революцию, которая вызывает нас от капитализма, от угнетения, от отжиждения, да, на самом деле, больше того, это проблема не только человеческая. Вообще-то, вся реальность, вся природа тоже находится в состоянии нервного угнетения, она, как делется в другом месте, не в кино, но это, на самом деле, сразу читать те выражения, она запуталась саму себе, она коллапсировала саму себя, и от нас, от нашей сексуальности зависит освобождение реальности, зависит возможность реальности освободить от вот этого ее коллапсуса. и интересно, что это вообще за синтезы, да, что это за машинные желания. Они описывают, начинается с описания такой, в общем-то, из трех этапов стоящей системы синтезов. главное в этой системе синтезов то, что я назвал бы такой космогонической вертушкой, да, космогоническим подворачиванием, космогоническим присваиванием, да, того, потому что в этой системе описывают процесс, в результате которого то, что они принимают телом из органов, присваивают себе производящие его машины желания, и представляют его таким образом, что кажется, и даже не то, что кажется, а в реальности происходит так, что то, что на самом деле тело из органов произвело, то, что является производящей силой, подчиняется тому, что им произведено, и начинает функционировать только как некоторый результат действия вот этого им произведенного. в данных производящих традиционных меняются места. Телёзы батареи описывают некоторую термичную ситуацию, которую они называют планом амбонентности, телёзы батареи анти-этипи, это называют как раз реальностью бумажного желания, и она активизуется тем, что они называют коннективный синтез. это реальность, в которой всё соединяется совсем, в которой каждая из машин является одновременно потоком и прерыванием потока, она является потоком по отношению к той машине, которая воспринимает, и прерыванием потока потоком по отношению к идущим потоком. И каждый из этих точек существует только как бесконечный процесс потока и прерывание потока. то есть нету статичных точек, нету которых существует связь, есть только связи, они определяют точки, которые эти связи связаны. Потом это главное для этой реальности машины желания это то, что в ней производящая всегда является документом производим. И это реальность которая воздействует на все всеми своими веществами. И в этой реальности появляется момент остановки, появляется момент непрозрачности. Это есть то, что звезды ватари называют телом визор. Откуда он появляется на самом деле любопытный вопрос. Я не уверен, что звезды ватари способны дать ответ на вопрос в том, как вообще происходит реальность машин желания, реальность в которой существуют токопотоки, прерывание, которое сразу превращается в следующий поток. Каким образом в этой реальности является остановка? Откуда берется непрозрачности? Откуда берется пробуксовывание? Девятые говорят, что появление духа тяжести кататомии, как они еще говорят про это тело безобновок, это следствие некоторой абстракции. Абстракции, которые связаны с тем, что в ситуации да, вот сидя на нашем желании, производящая и производимая идентичны друг к другу. Любое производящее является производимым, а любое производимое является производящим. но они идентичны друг к другу, как часть никакого прекращающегося движения. А то есть это тело безобновок следает результатом некоторой абстракции вот этого положения о том, что производящие и производимые идентичны друг к другу. Да, это некоторая остановка, которая как вы говорите, производящие, производимые, идентичны. Вот мы и создадим такое место, которое будет ничем иным, как идентичность производящего и производимого. Да, ну собственно, на самом деле, это все равно, мне кажется, не совсем достаточно сильный, потому что понятно, откуда вообще берется эта абстракция, шву вообще, да, понятно, механизм, возможно, как, да, как это происходит, но не очень понятно, как это шву вообще будет. Да, что ли иначе, делюсь и Гуртейн подтверждаю, что появляется вот это вот тело без органов, и потеснение телом без органов машин желания это, на самом деле, литератичные вытеснение. Это выяснение, с которого сон начинается. Это некоторый космотонический процесс, поскольку, да, они описывают эту конкретную антологическую ситуацию, в которой реальность выясняется у себя. Реальность становится менее реальной, чем она была в начале, и реальность, в общем-то, перестает быть реальной. Да, а потом есть еще третий этап, на котором машинное желание, да, то есть сначала тело без органов выясняет машинное желание, а потом оно представляет себя, как некоторый универсальный исток всего. Оно ображается в делезовой дыре, подвешивает на себя машинное желание. Оно не то, чтобы так же делает вид, а потому что оно таким образом трансформирует реальность в ней действительно становится так, что в ней машинное желание функционирует только как зависящая от тела без органов, как получающая свою реальность от его протоконической неподвижности. Да, и правильно, как раз, мы дали в качестве примера приводит капитал. Да, они утверждают, что этот дом функционирует капитал в террористическом обществе. Он создается производительными силами, с другой стороны он представляет себя как исток всего. ну, самое да, простое врача это утверждение наиста о том, что он же вообще да, создает места для того, чтобы рабочие могли работать. Он вообще двигает бюджет экономику. Без него, без его капитала вообще все порастает. Да, например, кациентам и лица но но важно, что дерезы капитализм подтверждает, что в этом смысле капитализм только раскрывает, и так пиши, так же, как Маркс и Энгельс говорят, что капитализм это истина всех предшествующих общественных формаций, и дерезы капитализм продолжают это утверждение, делают его более отвлекательным, и говорят, что на самом деле капитализм только раскрывает или проактивно объясняет, как стоит дело на самом деле с самого начала со всей реальностью. И, да, возможно, то, что вот это вот полное тело обзором присваивается на нашу предлазь и становится ясным кокус предприятия капитализма, но, когда это становится ясным, выясняется, что на самом деле это так было с самого начала, потому что он самым началом не только человеческой истории, но и истории всей природы. И дерезы капитализм также утверждают, что можно сначала излагать эту теорию в некоторую абстрактную теорию, а потом они пытаются на основе вот этой вот схемы взаимодействия между синтезами описать ход всемирной истории. И они описывают ход всемирной истории как тоже управляемыми вот этими вот тремя синтезами и тремя углавными деформациями. Первый из них они называют любопытные. И так, на самом деле, важно, что, с точки зрения терезы капитализм деформации определяются тем, как они да, на самом деле от лекционного артистского взгляда, который определяет каждую формацию с точки зрения господствующих условиях производства, они скорее определяют каждую из этих формаций как способ мешать производству. Как способ некоторым образом да, как они это называют, коэтифицировать хоток желания. То есть, делить хоток желания, делить вот эти вот соединения между машинами и желания, на то, что проходит и на то, что не проходит, на то, что будет считаться реальным, и на то, что не будет считаться реальным. И они описывают, с одной стороны, первобытный социум, в котором реальность определяется, с одной стороны, отношениями родства, с другой стороны, отношениями союза. И отношения союза, отношения доброго, и отношения долгов, на которых основывается долг, они постоянно переопределяют отношения родства. То есть, кто, кого происходит, постоянно переопределяется тем, кто что кому должен, да, причем это долг, это некоторый изначально существующий долг, и отношения к долгу запечатляются найти, да, поэтому для этого в первом этапе социума характерна такая особого рода жестокость, но это на самом деле, да, не просто жестокость, это какие-то отметки на теле, которые оставляются просто для того, чтобы запечатлеть отношения долга. Потом этот гривобудный социум уступает в место тому, что делес, и вот они называют барберским социумом, и барберский социум берет эти отношения в задолженности, которые каждый раз непосредственно разворачиваются и осуществляются в обратном гривобудном социуме, где каждый кому-то что-то должен, и именно эти непосредственно разыгрывающиеся в спектакле нанесение каких-то знаков на тело, причинение телу боли и запечатление, наверное, на теле знаков этой боли, эти отношения каждый раз заново переопределяются, да, как машина, как на футуарне манеркости машин желания, где все влияет на все, да, эти отношения долгуют и переоридаются, превращаются в то, что делес и в батаре называют бесконечным долгом, бесконечным долгом, который реализуется в полном теле детства, да, если в первобытном социуме существовать означает быть причастным вот в этой вот системе, где каждый кому-то что-то должен, и в зависимости от того, кто кому что должен, каждый является членом какого-то союза, и каждый является чьим-то родственником, то в вот этого в батаре системе существовать означает быть причастным к темам деспотов, которым мы все что-то должны, по отношению к которым мы все, все должны выполнять какие-то обязанности, причем эти обязанности они внецитально не выполнены. Ну а в третьем социуме, который делес и они называют цивилизованным, сами эти отношения к скорейшего долга материализируются и становятся как бы установленными внутри карты, да, каждый становится деспотом для самого себя, каждый должен, должен кому-то, не какого-то внецкого инфекции, а должен самому себе, да, и эти отношения к долгу самому себе, они постоянно возглавляются и воспроизводятся. Вот, и, собственно, делеса батарея, да, что именно среди батарея этого третьего типа социума является также и возможность того, что они называют шизоанализом, является возможность высвободения машин желания, поскольку да, вообще, именно этот принцип социума, капитализма, благодаря тому, что он в третий раз совершает переход, выявляет само существование полного, полного тела социума, благодаря тому, что вообще есть этот процесс инвестиций желания, но капитализм осуществляет этот переход не до конца. Да, капитализм, вроде бы, высвобождает потоки желания, он их не кодифицирует, но при этом он их аксиоматизирует, как я говорил, я хотел сказать. Но есть возможность подпринять некоторые действия, да, то есть переподключить принципы подсоединения в условиях вот этого каталитического производства, и в первых аксиоматизирует пожелания, да, это, если совсем вкратце, то, что утверждают девиозы в этой идее. Ну и на самом деле это не очень понятно, да. Дух в какой степени понятно, но вообще-то не очень понятно, ну, что, собственно, за мастер? Как надо так заниматься сексом, чтобы потоки желания высвобождались? Да, что, собственно, что мы можем сделать в конкретно? И интересно, что сам люди должны благодарить через эти проблемы от идеи жизни анализа, которые, вроде бы, тоже в потоке желания высвободить, отказываются. Да, они уже даже через год после выхода антитипа, когда их спрашивают про шизанализ, они говорят, ну, мы вообще не хотим сейчас про это говорить, мы вообще все время не меняем понятия, которые уходятся, мы вообще такие вот свободные постмодернисты, мы не хотим фиксироваться на каких-то, да, ну, вот это вот все, да, как раз то, про что мы сейчас будем. И во втором этапе «Капитализма Шт-3» это еще плоток, который появляется через 8 лет, шизанализ практически, ну, упоминается, но явно не играет ведущего. Вот. То есть там, как раз мы дали, вроде бы, не очень так всерьез отнеслись к своей собственной идее. Но были, которых не отнеслись всерьез. И это человек по имени Никленд, который преподавал в городском университете философию в середине и конце 90-х, и вокруг которого собралась группа, которая называлась группой исследований гиперметической культуры. Да, это само-само себе довольно интересный филонер, Никленд и деятельность этой группы. Но сейчас в связи с ним, Никленд назывался «Котионный дирезиакт». И гипермет, в общем-то, это человек, который во многом ответственен. Причем ответственен, скорее, да, как он сам бы сказал, это, возможно, некоторым магическим опытом, да, но, можно сказать, харизматическим, да. То есть, скорее, не столько даже в силу тех людей, которые он сказал, в силу своего личного, но я не ответственен за появление всего того, что мы сейчас называем актуальным классом, да, диспекулятивного реализма, темного реализма, всех вот этих вот течений, которые становятся актуальными, начиная с 2007-2008 года. Действующими лицами всех этих течений, главными их инициаторами, являются во многом ученикина или ученики Ланда, или люди, на которых он оказал значительное влияние. Да, при том, что, когда Санленд продавал годы в конце 90-х, это был, в общем-то, таким совершенно оригинальным мнением, то ли вроде бы закончилось, поскольку Ланда был вынужден уйти, и в результате, там, разных скандалов, связанных с тем, что, да, он постоянно употреблял различные институтаторы, и в какой-то момент он просто, да, закончился этот коллапс, да, он, там, замерся у себя в комнате, на протяжении нескольких людей выходил оттуда, подыскивая какие-то конные сочетания цифр, которые позволят ему в названии лемурийской теоретичной магии научиться оперировать сущностями демонами и предотвратить захват мира в атлантической регионах. Вот, да, это, на самом деле, совершенно не важный смысл, так, в результате, когда Ланда просто приехал в Китай, но, как и он был, переставший мат спресс, он выпускался на матч-философии, у него он ехал в Шанхай, там, он вернулся на китайский, ну, там, он начал заниматься туристическим бизнесом, причем родителей выпускать капитала для европейцев. Вот, и где-то через несколько последовало началось это движение с продуктивным реализмом, которое, на самом деле, своего Лана постепенно вернуло вновь в арбитуре, некоторые актуальные мысли. Да, и я думаю, что центрально вообще во всей деятельности Ланда и тем, что ее делает достаточно повторный, было как раз некоторого рода возобновление вот этого импульса, возобновление идеи в шестернале за 9-е годы. Возобновление очень своеобразное, я сейчас вам расскажу, да, но это связано с идеей hyperstition, с идеей того, что Ланг и его соратники из группы исследовательской фиброметической культуры называли «киперверия». «киперверия» — это концепция, которая утверждает, что фикциональные персонажи, вымышленные сущности, могут становиться реальными. И что, собственно, вся литература, литературная деятельность — это оружие в некоторой магической войне. В магической войне между международными разведками, когда там работается Ланг. Ну, Ланг развивает тут всякие идеи пенолса, и Ланг утверждает, что это, на самом деле, единственный по-настоящему действенный способ отношения к литературе, единственный по-настоящему воздающий должное усилием автора и вообще геральность художественного произведения — путь относиться к литературе. Да, воздавать вопрос о том, как это действует, какие сущности это произведение воплощает. Таким сущностям это произведение дает воплотиться в реальность. И Ланг утверждает, что в гипервервах состоит то, что он называет «порядком единого бога». Порядок единого бога — это, во-вторых, господствующая система понятий, которая представляет, что все это чудо, так как он ответственен за то, что когда нам говорят, что литературное произведение — это то, что с помощью чего всякие демонические сущности обретают реальность, мы естественным образом реагируем на это, говоря, что нет. Но это, наверное, как антиметалл. Ланг утверждает, Ланг утверждает, что на самом деле это все потому, что порядок единого бога стирает следы собственного утверждения в реальности, стирает следы того, что он сам — результат некоторой фикции, которая его произвела и которая сделала его реальным, и представляется так, как будто существует некоторый единый ход реальности, который никаким образом нельзя избегать. И это также связано с утверждением порядка единого бога в некоторой линеарной по структуре времени. Время, как говорит Ланг, это ветка, в которой запято человеческое существо. Время — это то, что порядок единого бога представляет как неизменяемо, и именно против этого, что направлены деньги к примеру. День к примеру утверждает множество возможных реальностей, она утверждает это с помощью специфических способов соединять мир и числа, на самом деле, потому что для в Ланда еще существенное значение в этом подрыве власти порядка единого бога играет также и в оперирование с числовыми системами. Да, он пытается поставить десятичную систему в небо жизни, как он ее называет. Система основана на девятиричной магии, на парах сочетаниях чисел от нуля до девяти, которые представляют их. Но это, на самом деле, не особенно существенных деталей, да? Важно тут что? Важно, что правда, с одной стороны не представляется, а почему он назывался «Прицом не нельзя»? Потому что Ланда действительно занимает серьез идею антитипа о том, что с помощью определенных комбинаций вроде бы относящихся к области числа творческих способностей, например, комбинирование букв и составление текстов, и, например, комбинирование цифр и составление каких-то числовых файл, можно изменить реальность, можно привести к тому, что в реальности появится то, чего в реальности не было, и, главное, можно в некотором смысле противостоять тому жесткому диктату, то есть жесткой структуре, которую реальность нам навязывает, которая там вроде бы никуда нельзя идти, а Ланда утверждает, что может в этом противостоять. Мне представляется, что тут важны две вещи. Во-первых, важно, что у Ланда происходит у СССРУ, у тех, кто продолжает деятельность Ланда сейчас, а он не перестанет, у них происходит полная десексуализация. Это деятельность о литературе, о математике, а не о сексе. В некоторых смыслах и тексты Ланда, и тексты негаристана, и предельно асексуально. Сексуальность практически абсолютно. Вот. И мне представляется, что да, это один важный момент, и второй важный момент заключается в том, что Ланда Ланда и его последователи предполагают, что достаточно просто заявить, что можно соединять какими-то произвольными средствами буквы и цифры для того, чтобы избавиться от этой принуждающей силы, которую называют порядком единого бога. И мне представляется, что на самом деле это проблематичный подход, потому, что в отличие от лезвых батарей, которые пытаются проникнуть внутрь самой этой принуждающей силы и произвести изменения в нем, в некотором смысле оставляет боль в руках врага. Да, мне задается вопросом о том, как это вообще происходит, что поля порядок единого бога обладает вот этой силой принуждать, обладает вот этой силой определяющей реальность, с которой мы сталкиваемся, которую, в частности, Кант описывает, когда описывает свои трансцендентальные синтезы. Это много, я думаю, определяющего понимания. Кант для системы порядка единого бога. Да, я думаю, что тут такие традиции, которые не случайно возникают, которые существуют европейские культуры. Он написывает, как математика дает читать Канта, юноша, который пытается понять, как жить, он сидит, читает, пытается понять, и у него возникает, где-то через два часа, что ему в мозг проникает костявая рука, которая пытается повернуть. Так вот, мне нравится, что проблема сессионерами заключается в том, что они не задаются вопросом о том, откуда у этой костявой руки берется сила поворачивания. Откуда у принципа берется сила быть принципом? Откуда у принуждающего берется сила быть принуждающим? В отличие от делезов, которого, в общем-то, только этот вопрос всегда интересовал. Начиная с книги про Захар Матуха, я думаю, что главным вопросом для делезов был всегда вопрос о том, что дает оставание силам остолковать. что-то это оставание и силам быть основанным. Да, то есть, если не могут вы тоже таскать на данный момент, то есть, последний, да. Я хочу сказать, что Land и СССР с одной стороны возглавляли, проектировался его за них в том отношении, что они предполагают, что есть некоторая система соединений, находящаяся во власти человека, находящаяся во власти человеческой способности, с помощью которой человек может воздействовать реальность, с помощью которой человек может приводить к тому, что реальность полностью посмотреть. Но, с другой стороны, недостаточность этого Sharper, Blender и его последователей заключается в том, что они, без того, чтобы по большеписки захватывать бочную телеграфию, захватывать само основание, захватывать сами синтезы и пытаться влиять на них изнутри, что пытаются сделать результаты. Но, без того, на физки пытаются заявить, мы просто будем производить те синтезы, которые мы хотим. И, как это всегда происходит с анафистами, они, в конечном итоге оказываются настигнуты тех механизмов, про которые они думают, что они их победили, просто оставят их в стороне, просто перестанут на них обращать внимание. Что, помимо прочего, не представляется в нынешней позиции латы, в том числе политической позиции латы, у нас сейчас объекты движения не реакции, и в том, что латы по сути дела ограничиваются тем, что он оправдывает существующий порядок. Да, правда, он утверждает, что никакого капитализма даже не было, что капитализм только еще должен появиться, и тогда он затрет человеческий статистический дисплей, искусственный интерес, революция, которая должна произойти. Поэтому тут не надо осуществлять. Но это, очевидно, просто оправдывает то, что там призывали его институт. я думаю, я думаю, что это как раз приобретение вот этого механизма достигания тем, что в общем-то у вас оказывается судьба, извините бог, а совсем не может отходить. Как, собственно, изнутри устроен порядок президенного бога? Откуда берется эта сила довязывать себя и овладеть этой силой? И тогда, я думаю, мы сможем вернуться к темам задачи, которые становятся другим бантизмом. И я думаю, что если мы обратим внимание на структуру, пожалуй, главного фикционального текста, которому отвязан своим появлением порядок дипового бога, а именно потихниже и Моисея, то мы увидим очень любопытную вещь. Мы увидим, что потихниже на самом деле во многом функционирует именно основа на тех трех синтезах, которые эти нас в батарее описывают в антидипе как основу космоголия и как основу человеческой истории. Да, с одной стороны есть много бытия, которые главная проблема это союза и завета, как в первобытных обществах, союза и завета, которые выражаются в некотором знаке, оставляемом на теле, то есть в обрезании, и в которой главный снижайный комитет вопрос в том, с кем заключается завет и кто является подлинным потомком тех, с кем заключен завет и кто является подлинным потомком завет и знаков на теле изменяется линия родства. и в центральной части книги, то есть в книге исход книги и чисел происходит появление того, что можно назвать полным телом тесны, отсутствующие инстанции, которые всем что-то должны и до отношению к контролю бесконечно. И тут на самом деле есть попытный момент, сейчас не буду давать издания, просто хочется как-то очертить эту общую структуру. Да, есть на самом деле два кандидата на роль воплощения этого полного тела скинье завета. Да, и злоба телец скинье завета в общем устроена достаточно по-хоже как вообще появляется написано в книге исход. то себе что является поскольку почему люди и народ хотят видеть Бога. Они хотят видеть тот внутренний принцип, который ведет за собой. реальность того, что их вывел из них. И сыны Израиля собирают свои прозланные украшения, а Арон там и все это время находится на горе земля. Он отсутствует. Арон бросает эти украшения и из них сам собой выплавляется золотой телец. То есть некоторая цельная структура которая должна представить то есть он в общем-то создан из частей которые пожертвовали каждому из частей собранных у народа собранных каждого золотых украшений и при этом этой части все собираются в некоторое единое целое некоторую пластическую область которой им должен вести народ за собой. Да, скидется время Моисеев помните историю про то как Моисеев прообилизовывает после уничтожения народного телца и вроде бы это написано как вверх возможно как архитепический грех седьмого телца воспринимается как начало всех но с другой стороны после этого Моисеев конструирует приказание Бога скинье завета скинье завета устроен на самом деле очень похожим образом до цельца тоже у всех сынов израиля сынов израиля и вообще пожертвы которые затем становятся частью конструирования комплекса скинье и комплекс скинье ведет сынов израиля за собой он определенным образом выстраивает вокруг суда и указывает по маршруту критерий указывает куда им двигаться куда прибрались он и в зависимости от его присутствия отсутствия которые связаны с тем что происходит в скинье хотя они непосредственно сказаны в зависимости от его присутствия отсутствия зависимости от его движения сны израиля двинутся вперед или остаются на земле но вряд ли есть некоторое существенное отличие да из скинье завета и золотой целях это то что о какой-то собранной и из того что пожертвовал каждый но в отличие от скинье завета скинье завета скинье завета сложно организованным в комплексе разъединенных разъединенных комплексов каждая из которых остается существующей сама по себе она есть отдельно причем очень описаны и описаны именно с точки зрения технических деталей конструкция скинье в самой скинье сколько должно быть шкур с одной стороны сколько должно быть шкур как эти шкуры сшиваются как потом эти крючки застрянуты сколько должно быть с одной стороны скинье длинные описания которые заканчиваются книга исход я хочу сказать что вместо единой литой массы скинье завета превращает пожертвованная кальта в элемент как раз основанного на синтезе и на удерживании места взаимодействия с одной стороны самой скинье с другой стороны она находится внутри нее а это любопытно отличает в себя с одной человеческой то есть собственно священников и лимитов которые существуют скинье животное и неорганическое то есть металл из которого были сделаны жертвы из которого сделаны крючки и все это оказывается в отличие от единой из одного вещества состоящего и там представляющего собой в еду массу единой массы телца все это находится в таком множестве постоянно пристегивающихся взаимодействия то есть внутри самого порядка присутствуют два варианта тела детства два варианта тела пристег и затем пожалуй самое интересное невозможно указывающее на ставящуюся в дальнейшем порядком единого задача это книга чисел и книга второзаконных книги чисел скинье завета начинает организовывать вокруг себя но организация она также очень интриги да там сейчас опять же у нас нет времени влекать те коды с помощью которых когенов складаются вокруг скиньи но мне кажется что в их расположении постоянно сочетаются друг с другом и негомогенно распределяются в два принципа садовей госпожей и садовей служат и затем таким образом берем армекта то есть одна часть лица которая позволяет народу увидеть себя как некоторую фигуру скинье завета филиппоновывает народное знание разрушая существующий в нем противопоставления и в этом смысле превращая террористическую его гарантацию и создавая процесс постоянного превращения террористической войны между рабами и господами или между дарей садовей и садовей и описывает то как должны функционироваться на земле и садов и наверное я думаю нам уже можно накачивать вот я хочу сказать что там пожалуй именно как некоторые практические и реализуемые в порядке единого бога ставят вопрос о том каким может быть жизненно анализ который происходит внутри порядка единого бога внутри монотеизм я думаю связан в последнюю очередь с взаимоотношениями между монотеизмом и христианством как двумя системами производства абсолютно двумя системами производства собственного порядка единого бога и они могут соотноситься друг с другом как два параметных ряда а другой стороны могут соотноситься друг с другом как некоторый бесконечный долг реализирован на каждом по отношению к другому что собственно сочетается в троистотической практике но в любом случае то есть это связано с отношением к современному израилю к тому модерн где сиаризм превратится в шизоциализм то есть пристать национальным движением и стать движением секундализации эрганистического таинства с помощью политического а тут втекает некоторый комплекс вопросов который вроде бы отличается от того от тех вопросов которые ставят сексуальность тем не менее я думаю является как мне кажется той формы в которой признавались может быть настоящим реализмом да ну и конечно самый последний но самое важное что ставится таким образом это вопрос сексуальности да каким образом собственно здесь происходит происходит при каждой актуализации сексуальности я думаю что развитие этой темы может привести к некоторым неожиданным выводам например к тому что настоящее векторное различие это различие между людей а различие между мужскими женствами это только некоторые его смещенные формы но я думаю что можно это окончить спасибо спасибо